15 августа 1992 года. Ленгли, директору ЦРУ, совершенно секретно. Сотрудниками Министерства безопасности России задержан наш агент ТАПАС. При нем находился пакет с секретными документами о новейших разработках русских по противокорабельному ракетному оружию. Начальник управления внешней контрразведки. Начиная с середины 70-х годов, Центральное разведывательное управление Соединенных Штатов стало получать первые донесения о том, что русские приступили к разработке противокорабельной крылатой суперракеты. Агенты сообщали, что ракета сверхзвуковая, оснащена особой системой наведения, ее практически невозможно обнаружить радарами. А когда спустя несколько лет спутникам-шпионам удалось наконец-то засечь испытание нового оружия, американским военным стало ясно, военно-морской флот ожидает большая проблема. Это единственная в мире крылатая ракета, которая мчится буквально над гребнями волн со скоростью в два с половиной раза быстрее звука. Ракета 800 метров в секунду. Это вы только-только рот откройте и скажете раз. Она уже на километрах или вправо, или влево. Долгое время эта разработка была абсолютно секретной. И только сейчас можно назвать имя человека, под руководством которого она создана. Игорь Сергеевич Селезнев, генеральный конструктор машиностроительного конструкторского бюро «Радуга» из подмосковной дубли. Самое главное, что я многим людям другим подарил другие изобретения, то есть идеи подарил. И мне неинтересно даже, мне не доставляет интереса, если бы я сам это сделал для себя. Важно, что они это сделали. Этого человека можно по праву считать отцом современных крылатых ракет. Его оружием оснащены боевые корабли, самолеты и экранопланк. Под началом Игоря Селезнева разрабатывался авиационно-космический комплекс «Бурлак» для вывода на орбиту искусственных спутников Земли. И даже строились ветроэнергетические установки. Но главным для него всегда была оборона страны. Если вы слабые, с вами никто говорить не будет. Не важно, где вы слабые, в экономике слабые и так далее. И вас уважать перестану. Когда в начале 90-х ракету «Москит» впервые показали на зарубежном авиасалоне, она произвела эффект разорвавшейся бомбы. И сегодня эта крылатая ракета не имеет аналогов в мире. 29 октября 1956 года. Великобритания, Франция и Израиль развязали против Египта боевые действия. В ответ Советский Союз пригрозил мешаться в конфликт. Вскоре войска союзников ушли с захваченной территории. Но уже 9 марта 1957 года Конгресс Соединенных Штатов одобрил так называемую доктрину президента Эйзенхауэра. Она гласила, что США готовы использовать свои вооруженные силы для защиты любой ближневосточной страны от агрессии со стороны международного коммунизма. Средиземное море всегда было зоной ответственности нашего Черноморского флота. В 1957 году на одном из совещаний в Севастополе, которое проводил лично Никита Сергеевич Хрущев, рассматривался план действий флота в случае начала военного конфликта. Моряки докладывали о баталиях и уже дошли до Северной Африки, как вдруг Хрущев неожиданно спросил. А может ли флот отразить нападение таких противокорабельных ракет, как наша комета? Воцарилась гнетущая тишина. Как позже выяснилось, никто, кроме командующего, ничего не слышал о советской крылатой ракете «Комета». Сентябрь 1947 года. В Москве с огромным размахом отмечается 800-летие столицы. Город награжден Орденом Ленина. Закладываются знаменитые сталинские высотки. И именно в эти дни в Соединенных Штатах, в Ленгли, создается Центральное разведывательное управление. 30 сентября 1947 года. Вашингтон, Белый дом, президенту Соединенных Штатов Америки. Наивысшая секретность без права копирования. Советский Союз приступил к разработке управляемого ракетного оружия, противокорабельных самолетов-снарядов. Заявленные характеристики нового оружия показывают, что в будущем оно может реально угрожать нашим крупным артиллерийским кораблям, линкорам и крейсерам. Директор ЦРУ. Самолеты-снаряды, которым присвоит секретный литер «Комета», разрабатывало конструкторское бюро Артема Микояна. Руководил проектом Михаил Гуревич. Это были те самые Микоян и Гуревич, которые создали знаменитые МИГи. Истребитель МИГ-15 стал основой первой крылатой ракеты «Комета». Доводку будущей «Кометы» поручили филиалу Микояновской фирмы, а его главным конструктором стал Александр Березняк. Специально для нового оружия усовершенствовали знаменитый реактивный самолет Ту-16. Этот ударный комплекс начал поступать в авиационные полки в 1957 году. Именно 50-е считаются временем рождения отечественного крылатого оружия. Действительно тогда были заложены такие, я бы сказал, далеко прогнозируемые стратегические вещи, которые нужны были нашей обороне. И, конечно, и наука подключилась, и, в общем-то, я считаю, это были годы рассвета. 14 мая 1955 года. В ответ на создание блока НАТО, Советский Союз и семь стран Восточной Европы заключают Варшавский договор. На несколько десятилетий противостояние двух блоков не только оказывает влияние на военно-политическую обстановку во всем мире, но и ставит новые задачи перед конструкторами оружия. Коллективу «Березняка» поручают разработку принципиально новой противокорабельной крылатой ракеты с жидкостно-реактивным двигателем. Она должна заменить комету. Тогда же на работу к «Березняку» приходит молодой выпускник Московского авиационного института Игорь Селезнев. Ракета П-15 стала первым оружием, в создании которого он принял участие с самого начала. Эта ракета, в общем-то, была с активной головкой сонавидения, это не чистая противокорабельная ракета. С большой боевой частью. Поэтому оказалась очень эффективной. 21 октября 1967 года. Москва, генеральный штаб, начальнику главного разведывательного управления. Совершенно секретно. Сегодня в 17.30 два египетских катера «Проект Камар» нанесли удар по израильскому крейсеру «Эйлат» ракетами П-15 советского производства. Все ракеты поразили цель. Крейсер «Эйлат» затонул. Начальник первого управления. В 1967 году два египетских катера класса «Камар» доказали, что на море появилась новая грозная сила. До этого дня во всем мире военные крайне скептически относились к ракетным катерам и считали, что в поединке с крейсерами и эсминцами у них нет никаких шансов. Катера, которые были проданы, так сказать, Египту вместе с этим оружием, с крылатыми ракетами, вышли и потопили половину израильского флота. Это был первый случай боевого применения самонаводящихся крылатых ракет с жидкостным реактивным двигателем. С этого момента крылатые ракеты получили дальнейшее распространение во всем мире. Израиль начал ими заниматься именно после П-15. Я как-то был в Израиле, мне ведь президент фирмы этой АИАИ даже жаловался, что их заставили делать такое оружие и оружие против этой ракеты. Но в то же время сам и похвалился, что это самая лучшая ракета. Работа конструкторского бюро над комплексом П-15 была отмечена Ленинской премией. А Игорь Селезнев, будущий генеральный конструктор КБ «Радуга», получил свою первую государственную награду – Орден в знак почета. До 1967 года Советский Союз был бесспорным лидером в создании управляемых крылатых ракет воздушного и корабельного базирования. Таких ракет просто ни у кого не было. Гибель израильского крейсера «Эйлат» стала шоком. Один западный военный теоретик даже заявил, что этот бой провозгласил новую эру в войне на море. 17 июня 1958 года. Чемпионат мира по футболу в Швеции. Впервые в финальном турнире выступает советская сборная. В воротах – Лев Яшин. В матче с англичанами победили наши 1-0. Именно в этот день вышло постановление правительства о создании первого авиационного ударного комплекса и сверхзвуковой крылатой ракеты, и сверхзвукового бомбардировщика. Этот самолет, он уже будет применяться в крайних случаях. Новую ракету назвали «Ха-22». Она стала одной из лучших в истории КБ «Радуга». На западе ее прозвали «Убийцей авианосца». Сам перехват авианосца – это большое достижение. И, как правило, переходя, например, Тихий океан, они продумывали весь маршрут движения это само по себе. Но и двигаясь в составе ордера кораблей, они использовали различные тактические приемы, в том числе использовали метеорологические условия. Как правило, привязывались к тайфунам, к сложным метеорологическим условиям. Особенно сложные зоны проходили ночью. И даже делали так, что ордер идет сам по себе, где его отметку от этой рационной контрастной цели заменял какой-нибудь танкер или сухогруз, а он где-нибудь следовал отдельно, самостоятельному маршруту. И иногда надо иметь было чутье и мастерство, чтобы выполнить задачи по поиску и обнаружению авианосца. А для вывода авианосца из строя достаточно 5-6 попаданий авиационных крылатых ракет. Именно наших ракет. Поработать можно с этими ракетами. Х-22 может нести как обычную, так и ядерную боеголовку. Но даже без ядерного заряда она оказалась эффективным противокорабельным средством. В этом наши летчики не раз убеждались на учениях. Как правило, попадание точечное всегда было. И они сопровождались возникновением сильного пожара на корабле. И плюс мощные пробоины, все по себе корабль считать обреченным. И как правило, они сопровождались тем, что корабли были утоплены. Во время учений наши летчики неоднократно получали задание провести так называемый объективный контроль. Другими словами, сфотографировать иностранный боевой корабль с близкого расстояния. И если до корабля или авианосца доставал объектив фотоаппарата, крылатая ракета могла поразить цель наверняка. Американцы это прекрасно понимали. Поэтому истребители условного противника всегда мешали нашим ракетоносцам. Когда чувствовалось, что они не могут противодействовать, а доходило вплоть до того, что они становились прямо под фюзеляж самолета и не давали возможности фотографировать под собой авианосца. Уже более 30 лет крылатая ракета Х-22 стоит на вооружении военно-воздушных сил. И если вначале ее называли убийцей авианосца, то в конце 60-х она научилась поражать и другие цели. Никогда мы в стране у себя не делали, чтобы эта ракета решала только одну задачу, вот, например, противокорабельную. Она же работала и против локационных станций. Новой мишенью для крылатой ракеты Х-22 стали системы противовоздушной обороны. У знаменитых американских зенитно-ракетных комплексов ХОК «Петриот» появился смертельно опасный противник. 10 мая 2000 года. Вашингтон, министр обороны. Военно-морские силы Китая получили из России партию новейших противокорабельных ракетных комплексов 3М-80Е «Москит». Этими комплексами будут оснащены два эсминца, которые были построены для Китая на заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге. Директор ЦРУ. 5 октября 2000 года. Вашингтон. Палата представителей Конгресса США единогласно высказалась за экономические санкции против России. Предлогом для принятия такого решения стали поставки Китаю ракетных комплексов «Москит». По мнению конгрессменов, сегодня «Москит» является самой опасной противокорабельной ракетой в российском, а теперь и в китайском флоте. Она очень тяжело досталась. Нам, всем, кто участвовал в этой разработке, первые семь пусков у нас были неудачные. Вот здесь их так в истории. Все были, как это говорится, не туда, куда надо. Но впереди Игорь Селезнёв ожидал еще более серьезные испытания. Апрель 1975 года. Полным ходом идут работы по созданию новой уникальной ракеты «Москит». Во время очередной командировки во Владимировку, где расположен летно-испытательный центр ВВС, генеральный конструктор КБ «Радуга» Игорь Селезнёв едва не был. Его сбила машина. 18 переломов и 38 операций приковали Игоря Селезнёва к больничной койке, а высшее руководство его практически списало. И тогда на заседании коллегии министерства, где решалась участь генерального конструктора, а значит и судьба новой ракеты, Игорь Селезнёв пришел на костылях. Вот и тогда были моменты, связанные, будем так говорить, ну как бы их назвать, ну частично с завистью и так далее, не хочу сказать, с подсиживанием, ну в общем, во всяком случае делалось много, так сказать, со стороны тоже, чтобы этот процесс ускорить, чтобы показать, так сказать, и так далее. Вот поэтому я потом и, можно своими словами сказать, и выпендрился, чтобы показать, что фиг вам. Пройдя через все испытания и непонимания, Игорь Селезнёв доказал свою правоту. В 1983 году ракетный комплекс «Москит» был всё-таки принят на вооружение. Теперь уникальность «Москита» признают все. Его неповторимость в огромной скорости и непредсказуемых манёврах. Подлетая к кораблю, ракета виляет, летит змейкой над гребнями волн. Понять, куда она попадёт, невозможно. Такая сверхзвуковая скорость, вот, грубо говоря, 780 метров в секунду над водой, на аж ноль, на нулевой высоте практически, это время реакции того, кого атакует, должно быть быстрее, ну, грубо говоря, ещё на порядок, для того, чтобы уклониться. «Москит» не просто способен преодолевать помехи, которыми его пытаются сбить с толку системы радиоэлектронной борьбы противника. Напротив, он использует эти помехи для более точного наведения на цель. Сегодня эти крылатые ракеты стоят на вооружении катеров кораблей на воздушной подушке, эсминцев и экранопланов типа «Луни». 5 марта 1976 года. Москва, генеральный штаб, начальнику главного разведывательного управления. Совершенно секретно. В Соединённых Штатах Америки на полигоне White Sands в штате Нью-Мехико произведён первый испытательный пуск крылатой ракеты Boeing AGM-86A. Ракета имеет небольшую радиолокационную заметность и способна лететь на малой высоте с огибанием рельефа местности. Это значительно затрудняет её обнаружение средствами нашей противовоздушной обороны. Начальник первого управления. Март 1976 года. В Женеве полным ходом идут переговоры о СВ-2 по сокращению стратегических вооружений. И в те же дни советская разведка получает сообщение о том, что за океаном создаются высокоточные крылатые ракеты, способные нести ядерную боеголовку. Позже это приведёт к появлению нового класса вооружения. Американский «Тамагав» стал одним из наиболее известных его представителей. Любопытно, что в начале сама идея таких ракет возникла в КБ «Радуга» в ходе решения совсем другой задачи. Тогда конструкторы пытались прикрыть от зенитных средств стратегические бомбардировщики с помощью маленьких ловушек. То есть эта ловушка должна была отвлечь наземные средства и другие от того, чтобы самолёт не был атаков. Военные называют такие ловушки ложными целями, которые должны имитировать множество виртуальных бомбардировщиков на экранах радаров противника. В ходе работ выяснилось, что на основе такой ловушки можно создать небольшую крылатую ракету, способную пролететь тысячи километров. Советские конструкторы неоднократно предлагали внедрить это открытие. Но лишь когда в прессе заговорили о новых американских ракетах, правительство приняло срочное решение создать аналогичную крылатую ракету. Все мы заработали. Заработали очень энергично. Вплоть до того, что нас даже, если так говорить, на первых этапах, может, это сегодня смешно, в то время не выглядело смешно. Нас даже кормили на работе. И бесплатно причём. И пельменями, и красной икрой. Потому что здесь за эту программу отвечали высшие наши руководители. Уж министры это точно. И министр обороны, и так далее. Работа по созданию первой стратегической крылатой ракеты жилась на конкурсной основе. Конструкторское бюро Игоря Селезнёва шло впереди конкурентов. Промежуточные итоги соревнования подвели в 1981 году. Это было одно из последних заседаний Совета обороны, в котором принимал участие Леонид Брежнев. А вот Устинов перед началом Совета обороны, значит, говорит, ты вот сейчас на эту трибуну выйдешь, на трибуну, а такой там приступочка такая паркетная, тоже. И для выступления такая маленькая трибунка, низкая, и на ней микрофонов куча вот этих гибких. И говорит, ты все микрофоны собери и кричи громче, он глухой. Вскоре вошел Брежнев и занял свое место. Игорь Селезнёв заметил, что у генерального секретаря в левом мухе виден слуховой аппарат. Недаром Устинов просил говорить погромче. Я сгребаю эти микрофоны, ну и как положено, начинаю уважаемый там и так далее. Устинов поворачивается ко мне, что ты орешь-то? Я говорю, ты что орешь-то? Ну я на него посмотрел совсем, у меня шоковое состояние. После Игоря Селезнёва выступали конструкторы из других фирм. Но у них результаты были явно скромнее. Брежнев всех внимательно выслушал и подвел итоги. Могу сказать только одно. Без бумаги он подвел в течение нескольких минут итоги проведшего совещания. И человек, про которого говорили, а это относилось уже недалеко от этого, что он страдает, так сказать, маразмом старческим там и так далее, это нельзя отнести. Это был нормальный человек. Декабрь 1982 года. Только что завершились торжества, посвященные 60-летию образования Советского Союза. В стране новый генеральный секретарь Юрий Андропов, который уже успел на пленуме ЦК выступить с резкой критикой брежневского периода. Страна готовится встретить Новый год. А для КБ «Радуга» этот день, 31 декабря 1982, знаменателен тем, что была принята на вооружение первая советская стратегическая крылатая ракета. А дальность у нас и характеристики лучше, чем у американских прототипов. Вот это наше российское ноу-хау. Я думаю, его и никто не знает. Вначале новую ракету Ха-55 установили на базу проверенного временем дальнего бомбардировщика Ту-95. Этот самолет способен долететь до территории любого вероятного противника. А теперь, с новыми стратегическими крылатыми ракетами на борту, в этом уже нет необходимости. Первое и основное преимущество авиационной составляющей в том, что она, так сказать, может обеспечить пуск ракет до обнаружения этого пуска средствами ПВО вероятного противника. А когда в середине 80-х появился сверхзвуковой самолет Ту-160, его тоже вооружили стратегическими крылатыми ракетами. Сегодня даже зарубежные специалисты признают, что это самый мощный ударный авиакомплекс в мире. Его задача иметь большую дальность, большую достигаемость, чтобы, ну, собственно, он предназначен ведь не для того, чтобы нам кого-то уничтожить, а для того, чтобы обеспечить паритет и не допустить, наоборот, войны, вот как основная сила сдерживания агрессии, сдерживания войны. 26 июня 1999 года. Вашингтон, министру обороны, совершенно секретно. Сегодня в 2 часа 35 минут в воздушном пространстве Нарвегии были замечены два российских стратегических бомбардировщика Ту-160. Спутник зафиксировал учебный пуск к стратегической крылатой ракеты, который произвел один из бомбардировщиков. Карта маршрута прилагается. Директор управления космической разведки. Учение «Запад-99», которое зафиксировала космическая разведка США, можно по праву считать днем рождения российской стратегической авиации. Впервые после распада Советского Союза наши ракетоносцы пролетели по маршрутам, которые они хорошо освоили в конце 80-х. Мы длительное время не летали. А потом поняли о том, что нельзя не летать. Поколения уходят, летчики-штурманы-инженеры списываются, передать некому, молодежь не подготовлена. Было принято решение выполнять такие полеты. Но за эти годы стала другой не только страна, в которой мы жили. Изменилась и военно-политическая ситуация. Ведь изначально крылатые ракеты большой дальности несли ядерные боеприпасы. И боевое применение у стратегических ракетоносцев было лишь одно – участие в самоубийственном ядерном конфликте. Сегодня неядерное оружие, ракетное, приобретает больше удельный вес, потому что оно более гибкое. 20 марта 2003 года. Первый ракетный удар по территории Рака был нанесен стратегическими крылатыми ракетами «Тамагавк». Точно так же начинались все вооруженные конфликты последнего времени, в которых принимали участие американцы. Боря в пустыне, войны в Афганистане и Югославии. Наши стратегические крылатые ракеты никогда в боевых действиях не применялись, так как были оснащены ядерными боеголовками. Мы мирные люди, как говорится, но всегда мы должны же готовы к чему-то быть. Ракеты рано уничтожают. Надо подумать, как ее модернизировать. Особенно в нашей стране это может быть ключевой момент, потому что иногда с затратами значительно меньшими, до 60-40%, можно затраты снизить на получение нового принципиального оружия. После модернизации стратегические крылатые ракеты с обычным боезарядом становятся новым высокоточным оружием. Оно может наносить удары по объектам, которые до недавнего времени считались практически неуязвимыми для самолетов с обычным вооружением. Такие высокоточные крылатые ракеты позволят военно-воздушным силам России решать любые задачи в локальных конфликтах и войнах 21 века. Современники судят скорее человека, чем его заслуги. Потомство оценивает больше заслуги, чем человека, утверждают классики. Выдающемуся российскому конструктору Игорю Селезневу повезло больше. Будучи его современниками, мы оказались способны сегодня оценить его заслуги и его вклад в оборону нашей страны. Я хочу создать, так сказать, оружие ядерное. Я хочу вас уберечь, это лучше бы оно и не применялось никогда. Не надо его применять. Это оружие, сдерживание, это то оружие, говорит о том, что вы не отстали на столке, что себя можете защитить, чтобы можно было бы государственным и военно-политическим деятелям сесть за стол переговоров. А чтоб он на работу, он не надо этого делать. Оружие это страшное. Продолжение следует...